Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу вам рассказать о моей просто большой горе пустых баночек. Так что, если вам интересно моё мнение, то, пожалуйста, оставайтесь вместе со мной. У меня закончился скраб-суфле для тела от фирмы Особая серия. Вот так вот она выглядит. У меня с гранатом. Гранатовый скраб. Здесь 150 мл обновляющий. Пахнет этот скраб довольно-таки приятно. Не скажу, что гранатом, но какой-то такой маленькой или чем-то таким сладеньким пахнет он. У него, если вы сможете разглядеть, у него довольно-таки, наверное, не будет видно, довольно-таки мелкие вот эти скрабирующие частички, гранулы. Поэтому, как скраб, он совсем мне не понравился. Я в душе просто мыла тело, ну, как простой гель для душа, потому что он совсем ничего не скрабировал. Скраб этот был, сами частички были как, я не знаю, как песок какой-то, но они совсем не чувствовались, и поэтому мне он вообще не понравился. Больше я его не куплю. Далее у меня закончился такой эликсир от фирмы By Face, или как-то так называется он. Это жидкий кератин для сухих волос. Скажу, что мне он очень понравился, и когда он у меня был, ну, когда я им пользовалась, это был у меня мастхэв, поскольку он нереально просто разглаживал мои волосы. Волосы становились очень мягкими, напитанными, не было секущихся кончиков, и даже не нужен был мне кондиционер после шампуня. Я после шампуня сразу пользовалась этим средством, и, ну, как бы, волосы очень хорошо расчесывались, и поэтому мне в других средствах, в принципе, не нужно было. Сама по себе жидкость выглядит вот таким вот желтоватым, ну, на камеру он оранжевый, желтоватый такой вот, желтоватая жидкость. Не пахнет он никаким таким неприятным запахом, он, ну, довольно-таки, не, возможно, пахнет чем-то таким, может быть, спиртовым, но не скажу, что прямо уж очень такой приятный запах, но для меня был терпимый, и запах для меня это не главное. Так что, если я еще найду такое средство, то обязательно его куплю. Также у меня закончилась маска от Freeman, у меня это глиняная маска с шоколадом и клубникой, вот такая большая тут упаковка, здесь 150 мл, и хватило мне ее на очень большое количество времени. Эта маска предназначена для глубокого очищения пор, также не скажу, что пахнет прямо уж шоколадом с клубникой, какой-то такой химический запах, не знаю, пахнет простой глиной, с какими-то примесями такими. Мне очень приятно, мне было, конечно, носить ее на лицо, но лицо и поры очищал довольно-таки неплохо. Я эту маску наносила на такое влажное лицо, оставляла на 15 минут и смывала. Но после нее мне обязательно нужен был мой увлажняющий крем, поскольку он немного стягивал лицо. Очень мне хочется попробовать маску также от Freeman, маску-пленку с огурцом, но вот у нас в магазинах, не у нас в смысле в России, в магазине, где я покупаю вот эти маски Freeman, там не было, и поэтому я даже не знаю, где ее покупать, поскольку у нас такая фирма не продается. Также у меня закончилось мое наилюбимое средство для волос, которое я уж точно куплю в полноразмерной версии. У меня это крем для волос, увлажняющий от фирмы Макадамия. Это такая вот ревел-версия, здесь 60 мл. Если вам интересно, как это средство действовало и подействовало на мои волосы, вот здесь будет видео про уход за моими волосами, и там я подробно про него рассказываю. И если вам интересно вообще мой уход за волосами, то пройдите по ссылке по этой, и вы сможете увидеть это видео. Скажу одно, что мне этот крем очень понравился, очень хорошо напитывает волосы, волосы становятся мягкими и хорошо расчесываемыми. Также у меня закончился мой тоже любимый крем увлажняющий для лица от фирмы Simple. Я про него вам тоже в каком-то видео говорила, поэтому заострять внимание на нем не буду. Тут тоже у меня маленькая версия, 50 мл. Без парабенов, без красителей, от души, каких-либо SPF 10. Такой, как органический, натуральный крем белого цвета. Ничего не пахнет, он очень отлично просто увлажнял мою кожу сухую. Поэтому мне он очень понравился, и обязательно я его куплю еще. Также у меня закончился такой маленький праймер для теней от Benefit Stay Don't Stray. Если бы он не был таким дорогим, и если бы у меня не было бы тех праймеров для теней, которые у меня сейчас есть, я бы, скорее всего, купила бы полноразмерную версию, поскольку он отлично перекрывает какие-то венки или какую-то пигментацию такую на вашем веке. Сам по себе у него оттенок, как вашей кожи, вот такой вот. Тень держится на этой базе у меня весь день. У меня база была любимая вот эта и база от Vivienne Sabo Fixater. Фиксатор подольше держит, но это тоже хорошо держит практически весь день. Не скажу, что прям весь день, потому что я не ношу макияж весь день, но на то время, которое мне нужно, этот праймер справляется просто на ура. Также у меня закончился мой просто никудышный крем для лица от фирмы Green Mama. У меня это с облепихой, питательный крем для лица. Кедровый орех и облепиховое масло. 50 мл. Тут такая желтоватая жидкость крем. Сейчас вам покажу. Еще осталось. Вот у нее очень-очень легкая текстура, и поэтому, не знаю, лично для меня никакого увлажнения он не давал. Может быть, конечно, давал на 5 минут. Но больше я его не куплю. И мне кажется, что для марки вот этой Green Mama, по-моему, это российская... Да, российская марка, уж как-то слишком завышены цены. Этот крем стоил около 200 рублей. Это 5 евро где-то. Уж за 5 евро я найду и получше крем. Тот же мой крем от Simple, но вот этот крем и... Вряд ли я продолжу знакомство с фирмой Green Mama, так что его я больше не куплю. Также у меня закончилась тушь, одна из моих любимых. Это такой пробник туши Lancome. Называется Hypnose Doll Eyes. Щуточка в виде такой елочки. Отлично удлиняет, разделяет. Ну, подкручивания такого нету. Объем придаёт хороший. В общем, то, что мне нужно в туши, всё это есть в одной туши. Нужно пользоваться разными тушами для объема, для удлинения, разделения и так далее. Также мне понравилась кисточка. Вот это очень хорошо вот этим вот тоненьким кончиком залезть в труднодоступные места или во внутреннем уголке глаза, или во внешнем. Очень мне она понравилась. Также у меня закончился мой BB-крем от Lewell. Beyond the Solution называется. Здесь 30 мл. Этот крем, если я не ошибаюсь, выпускается в одном оттенке. И поэтому, хоть я его и... Ну, хоть я и пользовалась, но он для меня всё-таки темноватый. Немного вот так он выглядит. Темноватый. Да, BB-крема подстраиваются под цвет кожи, но вот видно, что он у меня темноватый. Поэтому... Или его нужно было смешивать с чем-то. Но как-то мне не нравится запариваться, так скажем, с смешиванием тональных кремов, BB-кремов. Вот если видно, что немного рука у меня темнее. Поэтому... Да, я его закончила. И вот есть у них серия Triple the Solution, по-моему. Да, Beyond the Solution и Triple the Solution. И вот я не знаю, пробовать мне его или нет, поскольку, возможно, там тоже, по-моему, в одном оттенке этот крем. И боюсь, что он мне тоже... И боюсь, что он мне тоже будет темноват. Так что вот его я больше, к сожалению, не куплю. Если был бы оттенок посветлее, то, конечно же, купила, поскольку стойкость хорошая, распределение хорошее. И в целом мне он нравится. Ну, кроме оттенка. Также у меня закончились два таких маленьких пробничка. Один от Nivea. Регенерирующий, такой обновляющий ночной крем. Я его никогда в жизни не куплю в полноразмерной версии. Этот у меня был пробничек с ASOS. Мне вложили. Просто ужас. Но лично для меня это мое мнение. После нанесения этого крема у меня просто жутко щипало лицо. Оно все покраснело. Так что нет. Этому крему я говорю, нет, все в помойку. И... Также у меня закончилась такая ночная сыворотка от Misha, корейская фирма. Называется... Это серия Time Revolution, Night Rupiah. Такая активирующая, обновляющая ампула. У меня эта сыворотка, хоть я пользовалась там пару раз, но она мне понравилась. На ночь я ее наносила, не смывала, и на утро кожа у меня становилась такая мягкая, оставалась мягкая. И даже не нужно было бежать за кремом, чтобы ее повторно увлажнять. И кожа мне на ощупь не нравилась, как она такая была. На ощупь мягкая, такая, ну, бархатистая, что ли. Очень мне она понравилась, сыворотка. Но эта сыворотка более, я думаю, для зрелой кожи, или для кожи после 25-30 лет. Так что мне это рановато пока. Ну вот и закончились мои пустые баночки. Надеюсь, вам было это видео полезно, поскольку лично для меня пустые баночки такие, ну, такого плана видео очень полезны, потому что ты распробуешь полностью весь продукт, и уже складывается полно, ну, такое полноценное мнение, поскольку некоторые продукты бывают обманчивы. Ты пользуешься первые дни, недели, и тебе все нравится, а потом что-нибудь такое случается, тебе он просто наотрез не нравится, и поэтому я считаю, что такие видео очень полезны. Если вы считаете так же, то, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, если вам интересно, и увидимся в новом видео. Всем пока!